Фред Тужицкий 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 в общих кругах уже неоднозначная. В общем, чтобы понимать изначально, как строить разговор, кто планирует действительно открывать производство и вот насколько детализировано какие-то практические вещи рассказывать. То есть получается осветить. Ну и, наверное, в онлайне еще кто-то. Потому что, в принципе, общей информации, я думаю, хватает, что как, а вот именно практические вещи. Действительно, вот есть идеи изначально. И как с чего начинать, на чем заострять свое внимание, что можно отодвинуть попозже. Вот такие, наверное, вещи. Если бы, скажем так, вернуться на 4-5 лет назад с знаниями, наверное, все бы пошло совершенно по-другому. Но, понятное дело, что всегда идет много ошибок, ошибок, проб, экспериментов, особенно в отсутствии опыта. Все происходило изначально как раз именно в плане производства, с полным его отсутствием. То есть с едой лично я там, вот с кем мы начинали, работали. Я работал 4 с половиной года поваром. И там фестивали организовывали, кухни. Но производство – это совершенно абсолютно другая специфика, которая с этим практически ничего общего не имеет. Даже вот с общепитом, с кухней, с ресторанами. Производство – это производство. Там совершенно другие процессы. Сразу же скажу, что опять же все, что я расскажу, это субъективно, исходя из моего личного опыта, то, с чем я имел дело. То есть я еще пока не дорос до какого-то супербольших проекта, то есть больших заводов. Я интересуюсь, постоянно катаюсь. Вот и когда попадаю куда-то за границу, тоже ищу разные лазейки под предлогом закупки и так далее, попасть на заводы. Вот год назад в Китае с одним товарищем китайцем мы целый месяц ездили по просто невероятного размера с заводом, производящим с тофу, молоко. Просто гиперзаводы по сравнению с ними. Там, например, мы были в одной компании, у нее оборот, как у Газпрома, например. И она занимается продуктами питания. У нее просто бешеные заводы по всему Китаю. Там они производят в день, перерабатывают сои больше, чем мы, наверное, все вместе взятые производители, причем и с кормами для животных в России за весь год. Поэтому, конечно, интересно смотреть. Но там это совершенно другой рынок. То есть сравнивать рынок наш в России, растительных, веганских, можно сюда и продуктов для здорового питания. И там вот как соя развита, там это как у нас молочка. То есть она продается везде, она короткого срока годности, качество достаточно посредственное, но так как все это едят утром, днем и вечером. Вот. Ну, собственно, я так объединил так вот по пунктам, в общем-то. И хочу сказать, что порядок, он имеет значение. Потому что если начинать думать о чем-то, о чем надо подумать попозже, то можно это подумать как-то не так. И как раз поэтапная проработка всего даст именно нужный эффект в конце самым. Пару сразу скажу, с чего вообще начать. Вот появилась идея что-то производить. Как подойти дальше, понять вообще, имеет смысл этим заниматься, дальше не имеет. Финансовая часть, считаю, это вот следующая, потому что от нее зависит вообще дальше вектор направления. Будет это что-то там копание дома для начала, эксперименты, или это будет сразу же набор профессионалов и сразу же большие вливания. Строим завод, берем землю, все, работаем. Соответственно, потом люди, кто будет это дело воплощать или пока на начальном этапе сам. А дальше идет уже конкретно практически такие моменты по строению того, что будет непосредственно производить. Но появилась идея. Понятное дело, надо обработать и понять вообще, что это такое за продукт. В данном случае, например, могу просто проводить параллели, как это было у нас. Соя. О ней вообще ни малейшего понятия до этого не имел. Тофу практически не ел, но так как была лавка специй, там, где большой достаточно выбор бакалии, там в Питере как раз работало, там часто стали спрашивать тофу и начал изучать вообще, что это такое. Плюс там разные друзья, и китайцы, и корейцы говорят, вот огонь, продукт, мало кто делает. На тот момент производителей тофу и соевых было, наверное, раза в три меньше. И это даже Питер и Москва. В регионах вообще практически по пальцам присчитать было. Вообще, в принципе, в России игроков несколько штук. Но и рынок был, кстати, тоже совершенно другой, тем тот, который он сейчас есть. Сети, которые сейчас имеют все, пусть не всегда российского производства, тофу и соевые продукты, но есть он везде. Во всех гипермаркетах, во всех сетевых магазинах. Собственно, когда понятие уже есть, что это за продукт, если вдруг, ну, как можно больше информации, что он из себя представляет, вообще посмотреть, а как на него люди реагируют. Как мы поступили? Мы купили, в магазине пошли тофу, классический, вот белый, практически тогда только такой продавался. Купили соевого молока, по-моему, бельгийского, и заявились, так как принимали участие, в ресторанном дне. Собственно, молоко мы взяли, просто молоко, намешали еще шоколада туда, примешали какого-то сиропчика, тофу взяли, нарезали простой кубиками, разных соусов там тоже в китайском магазине купили, и вообще стали посмотреть, вообще как народ на это реагирует, какая реакция. Ну вот реакция была неоднозначна, но тем не менее было интересно. Вот вкусный, со специями, нравится всем. Простой белый, вообще многие не знают, что с ним делать и как готовить, и до сих пор, кстати, эта проблема есть. Люди говорят, вообще тофу несъедобный продукт. Спрашиваешь, как вы его ели, купили белый, вот простой, часто еще такой вот, корейской фирмы, ну или вот многие у нас делают его более водянистым, мы как раз вот пошли по тому пути, чтобы пытаться адаптировать больше под российские вкусы, чтобы продукт хоть и был соевый, растительный, но был более понятный нам. Так вот такой кусочек отрезают, не обжаривая, без специй едят. Соответственно, все. Человек потерян. И тофу для человека. Ну и, собственно, тут понятно было, что куда действовать. И, в принципе, изучив, поняли, что надо как-то эти продукты делать более доступными, понятными для обычного человека, для среднестатистической бабушки, обычной домохозяйки, потому что рынок, да, вот те, кто уже вегетарианцы, веганы там, кто и так эти продукты ест, они съедят, как правило, ну, честно говоря, бывает все только потому, что они считают, что это правильный продукт. А если выходить на более рынок уже обычных продуктов, то там ведь продукт должен быть продуктом. То есть это должен быть и вкус, и упаковка, и вид, и доступность. И уже это не просто такое, что что-то мы сделали, и что-то мы вот показали. А тут воспринимается ведь он уже наравне с любым другим. То есть с творожком Савушкин продукт его сравнивают, а не с чем-нибудь там, что дома приготовил сам. Ну, конкуренция, понятное дело, надо понять. То есть там вот было у нас в последний год, то есть тоже несколько идей, проектов, которые тоже нам приходили, давайте сделаем. Но при даже небольшом анализе понимаешь, что и так небольшой рынок, а этого уже тут достаточно. И вступаешь в очень сильную конкуренцию и вопрос, а надо ли это, или может быть как-то это можно обойти. А может быть как раз можно, воспользовавшись уже опытом конкурентов, понять, как это можно сделать лучше. Обязательно надо понять, для кого тоже этот продукт нужен. И чем более шире эта аудитория будет, тем это лучше. Ну, либо для узкой категории, но это должно быть для них супер важно. И желательно, чтобы они за это готовы были хорошо заплатить. Иначе на маленьком рынке, как ни крутись, далеко не уедешь. Вот. И, собственно, на первом этапе сразу же имеет смысл сделать хороший план, вообще поэтапно, как видишь ты дальше этот продукт, как ты видишь дальше этот процесс, эту идею, где это может быть. И расписать как можно более подробнее все этапы. Понятно, что будет все совсем по-другому. Ну, не все, но практически все. Но, тем не менее, какое-то общее понимание на листе с простым планом можно сделать. У нас, конечно, там тоже мы посмотрели, за полугода можно там построить соевое производство, найти рынок, там по китайским ресторанам его раскидать, и будет все супер. Ну, понятное дело, что это оказалось совсем не так, и просто даже копание на производстве заняло достаточно много времени. Вообще, что с этим оборудованием делать, а какая технология, и кому и как. Хотя, как раз вот, что обязательно тоже имеет смысл на первых этапах, это сразу же понять, куда это дело можно продавать. Нас там одна женщина из магазина здорового питания, вот как раз все время, пока мы там сняли маленькое производство, ставили оборудование, как-то это подключали, экспериментировали, а она каждую неделю звонила и спрашивала, ну, когда же будет продукт, когда вы нам что-нибудь привезете. Вот, и когда у нас действительно что-то появилось, мы точно знали, куда это везти в первую очередь. Ну, и для начала, в общем, главное тут вот поэтапно тут написано, понятно, что это далеко не все, и план всех этапов, и вот включая первое время работы, это вообще отдельная история. И тут можно углубляться до бесконечности. Вот, для того, чтобы понимать дальше, в каком формате это развивалось, тоже надо понимать финансирование, так как финансы, деньги, кровь, экономики, без нее никак. И насколько изначально можно накачать кровью проект, зависит, собственно, дальнейший рост. Вот, пример взять, там есть производителя, там, соевого и другого молока. Мы как-то именно от молока решили отойти изначально, не специализироваться. Но вот они делают, и до сих пор в каких-то маленьких объемах. И взять, например, там, сады придонии, которые запустили не молоко, и вдруг там в один момент оно появилось везде, и все о нем знают. Тоже идея может быть одна, но изначального финансирования зависит полностью рост проекта, даже при равных изначально хороших идеях. Вот, и поэтому, конечно же, обоснование экономический план, он должен быть, собственно, в том первом плане всего проекта занимать большую роль вообще. Сколько это будет приносить, в принципе, в интернете множество шаблонов финансово-экономических планов. Вот можно брать и по ним прямо вот прогонять весь свой проект. Понятное дело, что он тоже не будет никак соотноситься с реальностью в дальнейшем, но опять же, чтобы было от чего отталкиваться, это точно имеет смысл. Вот, и источники финансирования тоже надо понимать, все варианты годятся, тут каждая конкретная ситуация, на чем строится. Это на свои кровно нажитые, как вот у нас было. Есть проекты, которые изначально сразу же привлекают финансирование, если действительно все хорошо просчитано, проработает, это дает очень хороший, очень мощный толчок. И да, приходится делиться своей долей, но часто в конце концов своя доля, но доля может быть больше, чем если ты полностью сам на своих, но это все медленно, медленно, медленно. В общем, мы вот пошли по первому варианту, да, может быть мы что-то потеряли, но, а может быть как раз и выиграли. Вот, кредиты, но кредиты такое дело, тут надо точно понимать, что ты 100% ну хотя бы для себя уверен в этом, и тогда это имеет смысл быть, чтобы это потом не вышло боком, ты теряешь бизнес, и еще и остаешься должен, такие тоже варианты встречал. Вот, и люди работают, и вроде бы уже понимают, что надо кинуть все, давно бы бросил, но вот не выбраться из этой западни, ты должен платить кредиты, ты должен всем денег, ну и как-то вот так вот просто работают, работают. Вот, и собственно, когда понятно уже, каких масштабов будет дальнейший проект, то дальше, собственно, можно приступать к следующим этапам. Это люди. Потому что один тоже сам не сделаешь, как понятное дело, и от степени квалификации людей, которые будут тебе помогать, зависит тоже во многом вообще дальнейший рост. Честно скажу, я, к сожалению, действительно людей, профессионалов, стал принимать очень поздно, буквально последние года полтора. То есть в начале, большую часть времени, это все вот были скорее ребята, кто, агей, давай что-нибудь сделаем, сами не знают что, сами не знают как, я тоже не имею значительного опыта, и вот начинаем что-то придумывать. Вариант, сейчас уже я понимаю, что не очень хороший, но с другой стороны, что действительно профессионалы, они стоят денег, и они того стоят. То есть если есть уже деньги, если даже на начальном этапе, но есть понимание, что ты готов инвестировать в людей, оно потом с лихвой окупится. И теперь уже, если, например, там это менеджер по продажам, то да, с опытом работы с едой, и работой с дистрибьютором, который понимает вообще, как эти процессы работают, потому что, например, я не имею этого опыта, даже не знаю, как вообще это происходит. То есть они всегда, это где-то написано. Производство, это вообще отдельный человек, заведующий производства, или технолог, это может быть в одном лице, если уже предприятие покрупнее, то это два, и там тоже может разрастаться, и разрастаться система, но для пищевого производства это вообще основной и главный человек, который определяет продукт, который налаживает весь процесс, его поддерживает, совершенствует, прорабатывает. И если это на начальном этапе, такой человек хороший находится, особенно со знанием, как строить с нуля, потому что многие имеют опыт уже на что-то построенном, там они приходят в компанию, они знают, как там просто все поддерживать в состоянии, как руководить людей и так далее. А вот именно как построить с нуля проект какой-то, это, к сожалению, знают не все, но тем люди ценнее, у кого такой опыт есть. И, соответственно, очень тоже важно брать человека, имеющего опыт работы именно с тем масштабом производства и проекта, который как раз планируется. Потому что тоже человек, может быть, он работал только на каких-то суперзаводах, суперкрупных, и для него вот эта мелочевка, копания, когда если надо купить какое-то оборудование, это не какой-то здоровенный станок за десятки тысяч евро, а надо соорудить что-то из там палочек и скотча условно, ну на вот каких-то этапах, когда нет денег, или надо просто взять и починить, поискать в интернете что-то на авито, найти техника, которая там приварит, сварит. Для него просто эти моменты непонятны. Вот. И в то же время тот, кто всегда вот с этим возился, он не понимая, может не знать, как вообще это действительно должно работать, когда это в масштабе. То есть, соответственно, как дойти из вот какого-то маленького производства к чему-то большому, как это должно вот функционировать. И как раз вот это видение, этот опыт, как раз вот хорошего, налаженного, достаточно большого производства, понятно, что размеры, они тоже относительные, очень важен. И хорошее завпроизводство, да, они получают, но они того стоят, и на этом человеке будет вообще держаться продукт. И он уже диктует больше продажникам, он уже диктует там всем остальным, потому что во главе производства должен быть именно вот заведующий или директор производства. Вот. Ну и, собственно, вот на начальном этапе, почему вот люди, да, вот это руководящий состав, если это все-таки не вот такая затея одиночки без особых денег, то лучше найти вот основных людей, кто будет в дальнейшем это дело продвигать, уже там условно аппаратчики, там менеджеры, это все находится. А вот именно люди, кто стоят во главе, они в итоге поведут, либо не поведут весь проект. Изначально найти таких, договориться и с ними пойти, это будет большим подспорьем. В принципе, в любого масштаба проектах. Вот. Следующий этап – это понимание технологии. У нас, собственно, есть кто, есть с помощью чего, то есть мы понимаем объем денежных средств, которыми мы располагаем. Дальше думаем, как это дело производить. Тут, в принципе, все способы хороши, кратенько они изложены тут, но это далеко не все. И совершенно разная вещь, если мы находим, как и решаем заниматься чем-то уже абсолютно понятным, там пельменями, макаронами, печенюшками, технологии есть, люди, кто работает с опытом, есть, все понятно. Либо это что-то, наше ноу-хау, мы начинаем изобретать, экспериментировать. Это путь более сложный, более трудоемкий, понятное дело, и в плане технологии, и в плане оборудования, о чем будет сказано позже. Но тут возможно избежать конкуренции и вообще придумать, внести что-то новое. Поэтому тут задача найти на первом этапе, если у нас изначально нету всей информации, как можно больше информации о продукте. Интернет, книги, люди в тех же тех регламентах. То есть если мы берем какие-то вещи уже производимые, и в интернете, или в крайнем случае покупаются, есть и технические условия, и ГОСТы, и так далее, то там часто прописаны все технологии, как раз все процессы, и даже ничего изобретать не надо. Если мы делаем продукт на основе чего-то уже понятного, просто вносим свои коррективы и изменения, то тут можно брать за образец проверенные, отваженные технологии. Соответственно, люди, чем плюс людей, кто с этим уже работал продуктом, то этот человек уже придет, и лучше переплатить человеку, кто работал конкретно с тем продуктом, который надо, вам, он уже знает все детали, все моменты, не придется это изучать и учиться на своих ошибках. Это сократит кучу времени, денег и сил. Также поставщики оборудования, они охотно помогают и делятся, это тоже очень частый опыт, ты покупаешь оборудование, тебе вообще рассказывают, как на нем работать, какие нюансы, какие моменты. Поставщики ингредиентов тоже пользовались очень активно и до сих пор, какой там условно, если нам надо куда-то добавить крахмал, там есть компании, кто занимается, у них десятки разных видов, ты встречаешься с технологом, тебе расскажут и как его использовать, и при каких условиях, и какой лучше. И так, в принципе, если вот компании, поставщики разных ингредиентов, они часто держат в штате своих технологов, которые тоже могут дать все раскладки интересуемые. То есть на самом деле информации много, и интернет это только маленькое, всегда, конечно же, люди и какие-то реальные рабочие истории, они информацию хранят намного большую, и качественную, и проверенную. То есть в интернет улетает так вот, ширпотреб или что-то там дома приготовить, а действительно проверенные технологии, они все-таки просто так в интернет не выкладываются, но они есть. Если поискать, найти людей, вот опять же по соевым продуктам, тут в Москву на начальных этапах ездил, кто работал в 90-х годах, там есть разные деятеля тут в Москве, такие больные с соей, которые до сих пор уже и работают тяжело, но вот они ради сои сделают все. Вот удивительный продукт на самом деле. То есть кого-то он вызывает отвращение, а у кого-то вот люди там готовы на баррикады идти, вот лишь бы доказать, лишь бы накормить, вот лишь бы соя была везде. Ну, собственно, по технологии такое дело, когда мы понимаем, что и как. Так, по оборудованию. Да, мы приступаем с помощью чего мы это делаем. И тут опять же все зависит от изначальных располагаемых средств. БУшка отлично катит на самом деле, мы до сих пор не брезгуем ей, потому что тот агрегат, который можно купить новый там за 3 миллиона, иногда БУшный может продаваться за миллион там, или вместо миллиона там за 100 тысяч взять. на вид, разные ресурсы, компании, которые занимаются оборудованием, оно часто в хорошем состоянии, просто по тем или иным причинам, и мы тоже продаем, что нам уже не надо. По размеру, например, купили одно, а понимаем, что все, оно нам уже изначально там был, вот случай не подходит, потому что тут уже надо производительность больше на этом этапе. Соответственно, надо куда-то продавать. Иногда очень хорошие варианты ловятся. Бывает, конечно, что оборудование уникально. В таком случае надо заказывать, смотреть. Опять же, сейчас много, предложение большое, это и Россия, это, как и написано, импорт, тоже там вот, так как соя специфика у нас еще не сильно развита что-то, мы, особенно небольшие агрегаты, там мы из Китая заказываем, возим. Тоже сейчас, в принципе, все процессы эти очень удобные, буквально там платишь тут, тебе привозят нужный станок, на который ты покажешь пальцем, ну просто через месяц. Ну вот, поэтому, если понимать, каким образом, то уже проще ищется, на чем это делать. На начальном этапе, если это эксперимент, то, может быть, взять что-нибудь вообще такое ручное, небольшое, и попробовать дома поэкспериментировать, поготовить там по друзьям в магазинчике, попродавать, посмотреть обратную связь и так далее. То есть тут скорее такое расписано, более такого уже производства-производства, пусть и небольшого, но в любом случае, какого бы масштаба ни было, в любом случае лучше продумать, действительно, точки роста дальнейшие, во что, в какой проект это может вылиться, и что для этого потребуется. Вот, соответственно, нам вопрос теперь, где это производить. И не зря я сказал, что очень важно поэтапно все прорабатывать. Ну, с логической точки зрения это понятно, может быть, вещь, скажу, и вот и так понятную, но не всегда это, когда действительно приступаешь к делу, начинаешь хвататься за все подряд, искать производство и так далее. И из-за этого, то есть, есть некоторые друзья, там переезжали с одного места на другое, на третье, потому что то там они не продумали, а там они электричество не посмотрели. Это, конечно же, очень неудобно. Но когда у нас уже есть все параметры того, что нам надо, какой продукт, какое оборудование, то уже под это дело ищем производство. В большинстве, конечно же, все проекты небольшие и средние, в принципе, даже большие, идут по пути аренды, но есть разные истории, когда там у кого-то земля под городом, есть намного проще построить свой ангар и уже в него вкладывать, его делать. И действительно свое, это есть свое, потому что вот опять же много случаев было, когда люди въезжали, делали ремонт от иголочки, вкладывали кучу денег вообще во всю вытяжку, в канализацию, в плиточку, во все документы под производство, а потом им говорили, я там через полгодика, вы знаете, у нас сменился собственник, а у него другие планы на производство, до свидания. С собой это не увезешь, все, теряешь кучу денег. Поэтому тут вот свое производство, это всегда хорошо, и я надеюсь, у нас тоже оно появится, действительно, которое сделаешь, как свое, как дома. Чтобы было все по нормам, все чистенько и хорошо. Вот с арендным производством тут всегда вот так вот на грани. Либо что-то вкладываться, сможешь ли это потом увезти, когда тебе станет тут тесно и так далее. Но изначально вот по тех параметрам искать производство, собственно, электричество, сколько киловатт нужно, газ, если требуется, там для пара, например, сколько воды, есть ли вытяжка уже изначально, и насколько проблематично ее проводить, канализация, ну и обязательно площадь рассчитать, вообще понять, как это все дело устроено изначально, из того все, что есть предложение, перед тем, как арендовать, сразу же нарисовать план, сразу же нарисовать товарные потоки, где что будет находиться, как это будет ездить. То есть есть, конечно же, определенные нормы, например, там не пересечение товарных потоков. Безусловно, это лучше учесть с самого начала. Сейчас мучаемся. Вначале казалось на том производстве, на котором мы сейчас работаем, что место куча и завались. Сейчас вот так уже местимся. Там палец с банками, там палец с упаковкой, там склад весь сои, там 20 тонн завален. И вот понятно, что все проезжает, но уже тесновато. А изначально, когда можно разрисовать, но опять же, если это позволяет, потому что сейчас мы где работаем, это второе производство. Вот было первое, там совсем небольшое, там порядка, по-моему, 50 квадратных метров производства было, ну, еще там такая оранжерея, склад, собственно, в которой была и коптильня, и офис, и все на свете, и склад. Но это вот буквально в самом начале, сейчас уже переехали на получше, сколько у нас там, 400 квадратных метров, но и тут уже тесно. А если изначально разрисовать, вот все потоки, где холодильник, где склад, где производство, как все будет ездить, чтобы не пересекалось удобно, не мешалось, то позволит в дальнейшем сделать более удобный даже рост, когда вот именно вся система. Но опять же, если это позволяет. У нас просто конфигурация производства, там что-то не позволяет уже сделать, потому что не предусмотрели в начале. Вот. Кстати, вот санитарно-защитная зона, это тоже стоит руководствоваться при выборе помещения, то есть объясню, что. И по этому пути идут практически все небольшие производители. Это старые еще советские заводы, которые закрылись, обанкротились, сдаются в аренду. Вот идеальные места. Вот у нас в Питере прямо кластерами можно смотреть, потому что вот все ютимся. На первом производстве, где были, там у нас было три аж соевых производства, кто перерабатывал сою. И там вот так вот, ну, каждого производства небольшие на этаже, там один хлеб печет, там другие вот тофу, там тофу на следующем этаже, те молоко. Сейчас там вот мы уже уехали, и другие соевики уехали, но там сейчас ребята темпы делают. Хотя вот был бывший, крупнейший в Питере рыбный комбинат. Пищевик. Ну, там сейчас все что угодно производится. Где сейчас работаем? Тоже нас там, ну, много маленьких фирм, но тоже так получилось, что нас там три веганских компании. Мы там веганов, они колбасу делают, и вегмени, они вот пельмени делают. Случайно получилось, вот в стечении обстоятельств. Но тем не менее, вот по Питеру очень такая система, действительно, кластерных производств, вот такие заводы, которые ушли. И вот в чем плюс? Что это уже санитарная, охранная зона, то есть там по всем параметрам, и часто вот инспекции туда ходят, как правило, к тем, кто сдает в аренду. Это, конечно, очень удобно, потому что с каждой вот так вот, условно, мы мелкие, разбираться им неохота, то есть просто приходят и решают все большинство вопросов непосредственно с руководством, с арендодателями. Ну, если все и так нормально на производствах. Ну, и санитарно-замитная зона дает все-таки тоже более простой вариант вот оформления, то есть, значит, тут уже умолчанию можно производить продукты питания. В другом месте, если вот так вот условно взять там ангар где-то, то вопрос, достаточно ли метров там от жилых зданий, нет ли каких-то грязных участков, и там может начаться очень много вопросов, поэтому вот это такой наипростейший. А, вот еще вопрос, ну да, вот по поводу вкладываться, не вкладываться, ну, вкладываться для, скажем так, минимально или вот для приемлемого уровня, в любом случае, ведь это должна быть и плиточка, и нормальная канализация, и все чистенько, хорошо, вот, евро-ремонт это уже вот по усмотрению. Вот, решил осветить тоже вопрос, потому что возникает достаточно часто, что лучше для пищевых производств, небольших, ИП или ООО. Ну, собственно, тут вот основные плюсы описал, простота налогов однозначно, то есть может и не потребоваться даже на начальном уровне бухгалтер, если в принципе есть какое-то минимальное экономическое образование. Если один собственник ИП проще, штрафы значительно меньше, то есть любое правонарушение, если там Роспотребнадзор, СЭС, там, условно, для ИПшника это будет 10 тысяч, для ООО 100, там, для ИПшника 30, для ООО 300, ну, мало ли, все равно, ну, и действительно меньше продираются. Что касается ООО, то тут вот плюсы тоже, доверие больше, потому что ИП это кто-то что-то, неизвестно что, это если много собственников однозначно ООО, чтобы правильно распределить доли, вот, ну, и если нужен НДС, конечно, тоже ООО. Вот, дальше, собственно, документация, это, наверное, такая самая страшная тема, я ее вообще страшно боялся, то есть произвести можно найти, как, что, кому, да, а вот как раз вот все-все документы, которые вообще нужны, это, со стороны это выглядит вообще страшно, но понятное дело, что все это делается, если действительно хочется, если уже понятно, что все работает, но без документов, без бумажки, ты какашка, так это вот говорят. Вот, и тут, скажем так, на два блока. Первичные документы, которые нужны в любом случае, без этих документов, вы не сможете продаваться, без этих документов вы не сможете вообще ничего делать, и вообще эти документы будут способствовать дальнейшему вообще всему производству, эти документы некоторые имеет смысл сделать вообще перед тем, как начнется постройка. Так как вот план проект, когда уже понятно, где мы делаемся, на каком оборудовании, ни о каком производстве, это тот документ, в котором все прописывается, все опять же, вот товарные потоки, основные технологии, где какое электричество с планами, куда подвести воду, ну в любом случае перед ремонтом этот документ будет сделан. И чем более подробнее он будет составлен, привлечение опять же, вот что касается документации, что вот на этой странице, что на следующий большинство вещей сразу рекомендую отдавать на аутсорс, либо привлекать проект на человека, кто будет этим заниматься, потому что время потратите намного больше, сделайте это еще может не так, как это надо, люди, кто этим занимаются, организации, они сделают лучшим образом, и в итоге это может выйти дешевле и проще. Вот, то есть план проект, как вообще вот проект самого производства. Чем полнее эта вещь вы сможете сделать, тем будет лучше же потом в дальнейшем для вас. Вот, ТУ, ТИ, опять же, есть варианты как вот стандарт предприятия, ГОСТ, опять же, лучше в самом начале, потому что именно в этих документах прописана технология. То есть если уже берете готовый ТУ или если вместе с технологом он составляется, то в нем же уже будет прописано много того, что вы будете производить. Технические условия и технические инструкции, они обычно в одном документе содержатся. То есть условия по всем нормативам, микробиологическим и так далее. Инструкция, в которой прямо написано, что мы берем, на чем перерабатываем, в каких там пропорциях и так далее. То есть по сути вот в этих документах обычно содержится весь технологический процесс и рецептура. Поэтому они как бы даже следуют перед уже непосредственно с самим процессом постройки производства. Но организационно это вот понятно, регистрация фирмы и так далее, потому что без этого никак никакие действия, там не снять помещение, не сделать закупки через наличку, это все сейчас прикрывается государством очень сильно. Ну, собственно, это вот что начинать. Дальше, когда мы начинаем работать, декларация о соответствии. Это такой документ, подтверждающий, что ваш продукт соответствует там либо техническому условию, которое вы сами написали, либо общепринятому ГОСТу. Там, конечно же, отдельная история. Делается это не просто, увы, у нас, хотя в Европе это еще более проще, там даже особо и регистрировать толком не надо, как вот рассказывают люди. Там все держится на доверии производителю. Ты считаешь, что твой продукт классный? Хорошо, делай, но смотри, не попадайся. А так вот мы тебе полностью доверяем. Изначально государство доверяет. У нас просто из-за того, что это все до сих пор через одно место и не сильно регулируется. То есть документ этот делается просто, но вот забавно, как там рассказывал кто-то, производитель клея, говорит, ну вот вообще у него там появились конкуренты, которые делали абсолютно некачественный продукт. И говорит, декларация, она вообще ни о чем не говорит. То есть декларация просто подтверждает, что продукт соответствует ту. И если ты в техническом условии пишешь, что там твой клей сделан из воды и опилок, и он не клеит ничего, и вообще ни для чего не годится, сдаешь, соответственно, в лабораторию, те проверяют, да, действительно этот клей не клеит. Вот тебе декларация на твое техническое условие. Ну, в общем, так и есть. Но без этого документа никуда. То есть должен этот документ быть в каждом магазине и так далее на всю продукцию. Там тоже есть определенные регламенты его получения. И план производственного контроля – это, собственно, тот документ, который разрабатывается тоже на основе технологии, собственно, как контролировать качество продукции. Когда, какие пробы брать, зачем смотреть, какие необходимы журналы. Дело очень тоже массивное. Проще его заказать у организации, которая проведет аудит всех процессов, либо уже взять человека, кто имел дело быть, потому что это вот такая толстенная папочка, в которой с другой стороны прописано все. И вот имея, по сути, вот эти документы, тут вообще уже содержится вся информация вообще о продукте, что это, как его производить, какие рецептуры и так далее. Вот бери и открывай. И достаточно большой список, причем такой общий и бессильный расписки. Вообще все документы, которые, в принципе, требуются на случай проверок. Вот тут вот уже список большой, но к этому имеет смысл подходить, когда уже даже вот, ну, либо на начальном этапе, либо когда уже работает. Понятно, что все работаем, но понятно, что страхово вдруг придет какая-то проверка. Вот. И тут они уже нужны. Это техкарты. Ну, они, в принципе, входят в прошлые технологии, но, тем не менее, правильно должны быть описаны. И список производимой продукции. Это все для проверок. Журналы. Их там куча. Там 20-30 должно быть разных журналов. Вообще на каждый чих, чтобы все заносить. Это и те, которые действительно помогают. То есть журналы производимой продукции, где все фиксируется. Как, кто, какая партия, на каком оборудовании. И там журналы просмотра гнойничков. Там, ну, людей там, у всяких заусенцев. Журнал, там, осмотр вентиляции. Там журнал, я уж не говорю про пожарные журналы и так далее. То есть там дикие количество журналов, которые как бы должны постоянно вестись. Но, по идее, там нужно отдельно брать человека, который будет вести эти журналы. Вот. Собственно, договора. Это вот тоже обязательно. Но эта информация, она так или иначе, конечно, очень в разрозненном виде. И где-то актуальна, где-то не актуальна, она есть в интернете. Ну, то есть там вот основные моменты. Этот вывоз обходов, ламп люминесетных на стирку, дезинфекция, диротизация, лабораторное освидетельство. Это вот те документы, договора компании, которые должны вот там опрыскивать от тараканов, даже если у вас нет, все равно периодически. Там на вывозку мусора, и все должно быть вот закреплено. То есть это приходит и это проверяют. Пожарные – это отдельная история. И каждый решает там вопросы по практике совсем по-разному. Но опять же основные моменты. Журналы, ответственный по пожарной безопасности, плановый эвакуация, огнетушитель. Это может позволить себе любое производство. В этом сложности вообще никакой нет. Сигнализация – отдельная история. Но это уже вот на самом деле, если возникает инцидент проверки, и если нету кучи денег изначально, чтобы ее сделать, то там как бы минимально предусмотреть. Но там просто планы – это очень дорогостоящая история. Вот. Инспекция по труду. Там тоже, в принципе, все журналы и все документы решаются на аутсорсе, которые делают. Обязательно должны быть на производстве. И собирайте прямо изначально все документы поставщиков, как раз их декларации соответствия, договоры с ними и так далее. То есть чтобы тоже вся информация была, прослеживалась, откуда мы, что закупили, когда, какой партии, чтобы можно было даже в случае какого-то инцидента понять вообще откуда и что это за продукт, если это там даже не по нашей вине что-то произошло. А производство – дело такое. Тут вот, ну, честно сказать, все время живешь как на атомной бомбе, не знаешь, когда, откуда что выскочит. Там то оборудование может слабаться, то еще что-то. И вот дело, в общем, непростое. Собственно, обязательно санитарные всякие, вот опять же просто заключается договор с компанией, которая тебе делает и проверяет микро, ну, по всей микробиологии продукты, все ли там чисто и все ли там хорошо. Людей медкнижки делают. Ну, в общем, это в любом случае надо делать, потому что это то, что тебя как производителя обезопасивает от каких-то вот дальнейших даже претензий и вопросов. И для собственного спокойствия, что да, вот по микробиологии мой продукт отлично стоит. Люди здоровы, значит, бояться нечего. Возможно. Ну, и ХАСП тоже такая вещь мифическая особенно. Ну, сейчас уже как-то все устаканилось, но еще несколько лет назад среди производителей там вот все о ХАСП, а что же это такое. По сути, если правильно сделан план производственного контроля, то нормы ХАСП там проблемы не составляют. То есть, тот или иначе, ХАСП, он существовал. Вообще, знает ли кто-то и надо ли об этом говорить? Ну, короче, это тоже все. Если правильно сделан план производственного контроля, то нормы ХАСП они выполнимы. И тоже просто с привлечением организаций, кто поможет это сделать, все решается без особой сложности. Просто в меру того, насколько действительно эти нормы можно реализовать в конкретном производстве, конкретных масштабов. То есть, на крупных заводах там вот какую функцию не возьми, производство, там есть человек. То есть, там есть лаборант, который занимается тем, что там проводит, собственно, отбирает образцы, делает там, занимается документацией всей. Когда это небольшое производство, и все сваливается на завпроизводство, то ему приходится не сладко. И приходится ему еще помогать. Когда на большом крупном заводе, там все просто, там все по функциям распределено. Но, тем не менее, какие-то общие принципы, вот все эти документы, они в любом случае нужны, потому что они в любом случае дают понять, как это должно быть и как это на самом деле, вот на данный момент у нас вот все эти этапы контроля качества продукции, во время, после производства, отслеживать дальнейшие вообще вот все браки. Это все обязательно надо. Вот. А дальше, собственно, когда у нас вот это все есть, процессы, они в любом деле, в любом бизнесе важны, а в производственном они еще более важнее, потому что кроме, как если в торговле и в любом деле есть уже процессы, там продажные, приемы заказов и так далее, а в производстве еще добавляются, собственно, внутренние производственные процессы. И там от степени налаженности их зависит и качество, и выход, и объемы, и вообще внутреннее удовлетворение от всей работы. Вот, собственно, из таких, что основные моменты – это учет, учет сырья, учет производимой продукции, чтобы продажникам было, чтобы продавать, и не было вдруг внезапно производства пустым или чего-то не дать. Это сырья, чтобы вдруг там чего-то не хватает, какого-нибудь продукта, а из-за этого вдруг там нельзя выпустить. Из-за того, что не хватает базилика, вдруг нельзя выпустить там целую банку пасты, в которой она просто как один продукт, но она должна быть, и она там есть. Все вообще внутренние механизмы управления людьми, управления товарными потоками, как загружать производство, какой агрегат загрузить и так далее. То есть это все, опять же, если есть человек, кто умел в этом опыт, то проблемы нет. Для него это так на раз-два вещи понятны. Если это делать там самому, как мы начинали, не имея ни малейшего понятия, как это вообще должно быть устроено, то тут, конечно, придется всем не сладко, как пришлось и нам. Собственно, ну процессы, они везде процессы. Финансы, налоги, автоматизация, кстати, тоже очень интересная вещь. И тут всегда ты гуляешь по выставкам разным оборудований пищевого, и так слюни текут, какие есть вообще машины, какие агрегаты, где нажимаешь на кнопочку, и они все делают. Как все там показывают на дисплей, выводятся все параметры. Понятно, что в масштабе малого бизнеса, еще и какого-то более сложного производства, это тяжело реализуемо. То есть даже банально там этикировщики, которые клеят этикетку, изначально бы должны были купить. Но получается, что руками быстрее получается, потому что на баночку нужно так клеить, на сыр так, на третий продукт так. Это надо либо выстроить в ряд, в три линии, что уже невозможно, и это будет стоило дорого, либо вот вручную просто оказывается даже быстрее во многом. Если есть один какой-то конкретный продукт, то есть сейчас мы, конечно, решаем уже. Для этого один, для этого другой, но если есть один и простой продукт, то проще, конечно же, купить лишнее оборудование, добавить какую-нибудь примочку, благо сейчас киповцев хватает, то есть его и запрограммируют, и подключат к компьютеру, и вообще все будет выводиться на экран, а он там себе шлепает и шлепает. В любом случае, конечно же, производство, человеческий фактор, везде есть человеческий фактор. К машинам пусть они и ломаются, но доверия, как правило, больше в плане поддержания качества, в плане производительности и так далее. То есть все крупные заводы, могу сказать, вот по Китаю, там степень автоматизации намного больше, чем в большинстве, который был тут, даже достаточно крупные производства. Там они вообще умнички. Там вот в одном месте засыпается зерно, там все идет, льется молоко автоматически, там даже тофу прессуется непрерывной линией, то есть там огромная такая линия, он сразу же там единым пластом выжимает его, и сразу же там двигается, и нарезает, и дальше раскладывает по упаковочкам весь процесс термической обработки, обклейки и так далее, групповой упаковки. То есть люди уже просто… Да, там был на заводе, который даже уже упаковывает на палеты робот, и затем робот-погрузчик этот палет откатывает и везет на нужное место на складе. Вот, то есть вообще все, там людей нет. Там есть группка людей, несколько в белых халатиках программисты, которые сидят в отдельной комнате, и все у них на схемах. Все остальное делают машины. Вот я говорю, включай вот погрузку палетов уже на склад. И это там пятиэтажный огроменный завод, который перерабатывает, ну они там муку делают, и перерабатывает просто десятками, сотнями тонн в сутки. И все это полностью вообще без людей, вот только вот эти программисты. Это круто, потому что и качество тут уже машина, когда настроена, и контроль сразу же, потому что машины, машин проверяют. Ну это такой идеал, наверное, для каждого производственника, когда вот все вот прям на экранчик выводится и по кнопочке запускается. Но это далеко не все могут себе позволить. Вот, собственно. Ну и, собственно, когда вот это уже все готово, по пунктикам мы развожили, построили, и у нас вот есть все, есть продукт. Заказали сырье, заказали этикетку, напечатали все, что надо. Когда и у нас появился в руке вот этот тот продукт, к которому мы так долго шли и в деле, и в мыслях, вот, с этого, по сути, только и начинается вся работа, и на этом далеко не заканчивается. Потому что всегда рынок дает свою обратную связь, и приходится продукт дорабатывать, смотреть, а что идет, а что не идет, что стоит изменить, что стоит убрать. Мы, например, начинали делать соевое молоко, то есть даже тофу мы сделали позже. Но соевое молоко того вида, которое у нас было, не пошло, потому что хранение сроки, а для больших сроков нужно было совершенно другое оборудование. И вот на нем мы начали, но потом уже дальше новые продукты, что-то как раз, что не идет, убирали, что там даже сейчас вот по пастам, там смотрим тофу пасты измельченные, то есть тоже, думаем, летом там самые неходовые убрать, но при этом добавить там новиночки, там в сезон тоже что-то новенькое, там завпроизводство разрабатывает, тоже очень мечтал еще давно, что вот будет когда-нибудь технолог, который приносит баночку, ты пробуешь, говоришь, не, это не нравится, а вот это нравится. Вот уже примерно так, уже приносит, пробуешь, тогда разговариваем, чтобы добавить, в общем, так оно приятно, когда что-то меняется, и то, о чем ты раньше еще думал и мечтал, тут оно вдруг уже происходит. Вот, ну и, конечно же, рост и расширение, потому что конкуренты не дремлят, все работают, все работают активно, все-таки скажу я вам, мне нравится, как у нас развивается и вот эта отрасль, и вообще, в принципе, много, конечно, хают, но много чего интересного и происходит. То есть люди, те, кто действительно хотят что-то делать, они это делают, и у них это получается. И тут, конечно, застыть на каком-то этапе и сказать, ну, мне вот этого хватит, и вот этого продукта, и этого масштаба, к сожалению, нельзя, потому что всегда надо думать, а что новое выпустить, а куда еще продавать, а как еще расшириться, и это такой непрерывный процесс, что думаешь, а какой агрегат купить на больше объем, покупаешь, понимаешь, что теперь тебе девать продукцию некуда, начинаешь думать, куда ее продавать, потом находишь кого-то, оказывается, что этот агрегат уже не подходит, тебе надо больше, и вот это постоянная штука, которая происходит с периодичностью каждые полгода, и каждые полгода у нас где-то год на новом, в принципе, объеме мы начинаем работать, но и, соответственно, это требует мобилизации совершенно других уже средств, ресурсов, и понимаешь, что там эта площадь не подходит, это оборудование не подходит, или этот рынок не подходит, надо выходить уже на что-то другое. На самом деле мы очень долго сидели в Питере и никуда не вылазили, потому что, собственно, продукт разрабатывали, экспериментировали, и было над чем работать, и делали это не очень быстро, но, тем не менее, когда вот уже было понимание, что да, вот с этим уже можно идти куда-то дальше, понятно, что совершенствование, оно всегда происходит, и продукты, и что-то вот убираем там вот в планах убрать там порядка, там вот то, что не до конца нам нравится, но заменить на то, что будет лучше идти. Вот. Ну, в общем, рост и расширение, это надо обязательно делать, планировать и так далее, иначе вы останетесь где-то позади. Так что такие дела вроде… А, вроде все. Минут 10 на вопросы осталось. Спасибо большое Фреду за лекцию. Пара вопросиков, не уходи, подожди. Из онлайна. Проверяете ли вы сырье сои на предмет ГМО? Существуют ли в настоящее время добросовестные производители сои в России? Ну, это вопрос номер один. Я думаю, ты его каждый день слышишь. Это вопрос номер один вообще на всех лекциях, на всех фестивалях. Однозначно ответ – да. Вопрос, в принципе, ГМО мы отставим его в край, потому что эта тема очень больная, и на нее уйма разных мнений, как у ученых, так и у сельхозпроизводителей, так и у потребителей. То есть тема неоднозначная. Мы проверяем, так как вопрос этот возникает, мы используем не ГМО «Сою». Мы перед тем, как сделать закупку, мы отдаем в лабораторию. У нас на сайте, по-моему, выложено последний. Мы получили месяц назад, вот перед закупкой, перед новым сортом выбрали. Есть у нас лаборатория прямо на улице, такая крупнейшая, у нас в Питере государственная, на Курлянской. Они делают лабораторный анализ на ГМО содержание, мы отдаем им. Те, соответственно, подтверждают, что соя чистая, после этого мы делаем закупку. То есть, соответственно, и документ есть, и мы сами себя перестраховываем, так как мы пишем и на этикетках некоторых, не на всех, по-моему, но есть, что продукт не содержит ГМО. Этот вопрос всех волнует. Чтобы честно смотреть людям в глазах и отвечать, наша соя чистая, собственно, мы это и проводим. Честно сказать, с ГМОшной соей, вот именно произрастающей на территории России, я даже и не сталкивался. Вот я от всех это слышу, что там проблемы нет, в принципе. Проблемы нет, потому что сою мы вот для общего такого рынка не закупаем. Закупают несколько таких крупнейших агрохолдингов, и то там в Калининграде. И это все под, собственно, набиокорма. Комбикорма, вот вся соя, что у нас выращивается вот в нашей территории, где мы берем, более того, треть уходит в Китай, продается. Вот я тоже об этом слышал, что она экспортируется. Есть у кого-то вопросы к Фреду, из тех, кто здесь сейчас по очереди? А где вы храните сырье? У себя, как бы в отдельном помещении? Да, у нас отдельный склад, отдельная комната выделена. Там тоже как-то контролируется это все? Ну, соя что? Главное, ее нельзя мочить, и, собственно, чтобы была вентиляция. То есть у нас там дырки, где надо проделаны, все там на палетах. А вы тоже соей занимаетесь? Нет, нет. Но планирую крупой. Крупой. Ну, у крупы любой, у нее что? И надо, чтобы не намочить, иначе идет гниль, смотреть, ну, тут скорее визуально, и даже при приемке сырья важно, чтобы она не была заряжена никем, и кто там, потому что с полей, бывает, там и мышек могут притащить, и там, и так далее. То есть тут надо, главное, тут вопрос, вот мы как раз от одного, давно еще, я помню, в самом начале мы с Крыма возили сою. Вот, и мы от них отказались, при первой же, потому что там вот приехал пакет, даже не в мешках, а просто в фуру, видимо, пока грузили, забравились. Вот, но тем не менее, проверять сырье изначально на входе, и основные, это вот вентиляция должна быть, и влажность в норме. Не скажете, сколько у вас финансов уходит на аутсорсинг по вот этой всей документации? Там пожарники, санпины? Но тут вопрос, какой степени проработки, насколько, скажем так, близок горизонт вот этих проверок, вот, и насколько вообще, в принципе, ситуация, то есть часто многие моменты может решать даже вот арендодатель, если это небольшое производство, то есть часто вот на прошлом производстве был опыт, то есть пришла пожарная инспекция, она там походила, посмотрела на все дело, как там было, но это вот на прошлом заводе, там был вообще полный кавардак, вот, и она просто пошла к администрации и с ними уладила, решила все вопросы. Вот чтобы открыться, это все нужно как бы сразу? На начальном этапе нет. Мы вот без вот каких-то первичных, вот которые на первой странице, они, да, они должны быть в начале, там без деклараций вы не сможете продавать, без ТУ вы не сможете получить декларацию, там просто без плана производственного контроля и без план проекта эти документы даже дадут вам общее понимание, более грамотно на начальном этапе получится что-то расписать и не допустить дальнейших ошибок, и это лучше сделать для себя. Все, что касается вот там, где мелким шрифтом было на другой странице, это можно вполне сделать после, начать продавать, то есть этот документ уже, скажем так, внутренний, он на случай проверок, вот для какой-то, собственно, уже перестраховки, но вот так вот, если приедете с продукцией, их никто не спрашивает. И китайское оборудование, его как-то нужно сертифицировать или как-то, или просто привезли и работаете на нем? В принципе, какие-то основные, его привезли и работаем. Ну, такой, тут скорее и сертификация больше нужна, если это оборудование перепродавать. Вот, а если для непосредственно собственной работы, если это какие-то такие общие станки, там, например, там, конвейер, там, или упаковщик, или еще что-нибудь, то, ну, работает, работает, и у нас продают вот так же самое, просто там с гарантичкой какой-то местного там перекупщика, так же самое они это оборудование вам отдадут. А вы чем занимаетесь? Или планируете? С крупой? Ну, интересно. Включим, да, микрофон? А вы сможете раскрыть, какой у вас сейчас объем производства в тоннах? Как вы выросли, когда вышли за пределы Питера, и вообще планируете, как у вас система продаж построена, планируете ли вы каких-то дистрибуторов, может быть, подключать в регионах? Как это все сейчас у вас работает? Ну, тут сразу же так много. Ну, выросло-то выросло. Выросло хорошо, потому что Питер все-таки такой, хоть и второй город, но свое такое болотце. В тоннах не раскроете? В тоннах, а в тоннах тяжело, потому что очень разный продукт. Условно, например, буквально до Великого Поста вышли на рынок больше хорики, которым мы практически вообще не занимались. То есть рестораны, все там сушевоки, все вот эти истории, кто так или иначе работает с паназией. Как-то вот мы до этого по магазинчикам, по магазинчикам, а тут вот после Нового года так нашли там двух дистрибьюторов, и тут вот раз сразу же на них там идет порядка там пяти тонн тофу в месяц им отгружаем. Вот. То есть касательно остальных, ну, молока получается порядка, наверное, ну, в смену, ну, там от трех до пяти, шести тонн, наверное, это вот производится, соевого молока, и дальше, соответственно, перерабатывается на все продукты. Там вот тофу, йогурты, пасты, майонезы, и вот всю историю. Как-то так. Спрашиваю, мой интерес именно про движение в регионы. Как раз я спрашиваю про объем с этой целью, что тянете, не тянете, и рассчитываете на это. Потому что, честно говоря, вот то, что вы сказали вначале, сейчас в каждом магазине, можно найти тофу и растительное молоко. Кроме не молока, у себя в Нижнем Новгороде я пока не вижу. Ну, вот во время поста, может быть, что-то появляется. Поэтому мне интересно, у нас вообще крупные игроки есть ли сейчас в России, или только все мелкие производства, которые вот на нижних этажах, на разных этажах старых заводов располагаются, только вот локально что-то распространять. Собственно, я и про систему продаж, поэтому уже спросила, как вы сейчас работаете, и что планируете вообще? Ну, в настоящее время мы больше как раз по, что касается других регионов, решили выбрать именно работу с дистрибьюторами, потому что дистрибьютор – это не тот, кто просто там передает и делает свои барыши, вот, а это действительно партнер, потому что он отвечает за логистику, он отвечает за там, вот ту же самую там дебиторку, он берет на себя вообще сбыт. Дальнейший, то есть то, так как можно развиться с помощью дистрибьютора, ну, даже совместно с дистрибьютором в одиночку, это надо открывать свой отдельный офис, который там будет менеджеров, обзваниваться, и причем там логистика, это тоже, он знает уже специфику. Поэтому вот как раз опять же вот в последние полгода мы до этого вот работали со всеми напрямую и как-то нет. Тут вот мы сейчас пошли именно по пути дистрибьюторов и в том числе вот ищем уже под более сетевые проекты, иногда там отдельный дистрибьютор там на отдельную там сеть идет и так далее. То есть тут, да, опять же по объему тому, который сейчас заложен в производстве, конечно, великий пост – это каждый раз испытание, то есть готовишься, закладываешь, что объем будет там больше, работы будет больше, но всегда он тебя пере… В общем, он тебя делает и ты не справляешься. То есть сколько мы тут не понимаем, что вот у нас хороший объем, там если что, можно в ночь вывести там смены вообще там 7 дней в неделю и днем и ночью, но все равно, когда наступает пост, вдруг объемы сваливаются. После поста все прочее уже с учетом работы поста, с учетом запланированной модернизации, то есть сейчас вот в планах построить разное оборудование, поставить на Тофу вторую линию, чтобы объем увеличился еще, соответственно, в два раза. И сейчас вот мы на сети смотрим очень активно, и регионы как раз тоже более активно продвигаться, и как раз это продвижение исключительно с помощью дистрибьюторов уже. То есть сами заниматься не планируем. У нас тут просто последний буквально вопрос от коллеги из Санкт-Петербурга к тебе есть. Приветствую, да. Общепит Санкт-Петербурга, укроп и так далее. Почему не выходили на нас до этого? Очень интересно. Мы хотя, мы сами покупали, где-то там веган-бункере или где-то еще продукцию. Это, ну, в целом ответ частично получен. Второй вопрос. Есть огромная необходимость в Тофу и Темпе постоянно. Будете ли производить Темпе? Вот. Ну, касательно первого вопроса, скажем так, работал с вами Юра, вот Верде, с ним хорошие дружеские отношения. Очень. Да. И я с ним хорошо дружу, и поэтому ряд клиентов, которые у него были, и так мы у него очень много, скажем так, отняли рынка там, где он продавался, но тут в силу того, что рынок Питера не очень большой, а он тоже не сильно куда-то выходит. Ну, сейчас вот. И, увы, Москву тут несколько там, вот типа город-сада там, проектов, которые он поставлял. Ну, вот тут само так получилось, что вытеснили его. Вот. А там он, насколько я знаю, поставлял вам всю продукцию, и он говорил, что с вами работает, поэтому мы как-то не сильно активно. Было дело, просто все равно, ну, как бы, несмотря на дружеские отношения нас всех друг с другом, все равно, как бы, хочется, чтобы конкуренция на рынке выстраивалась. И, например, отсутствуют нормальные темпы на рынке Санкт-Петербурга, на мой взгляд. То есть с нормальным менеджментом и качеством, и хранением довезенным, да, то есть просто его нет. Вы темпы производите? Темпы мы не производим. Я, честно сказать, сам темпы попробовал не так давно. Очень жаль. Вопрос просто, есть ли на него действительно достаточный спрос, потому что тут ряд продуктов тоже там хорошо делать, там и шелковый, и тофу, и так далее. То есть множество ведь есть продуктов, которые можно производить и на основе сои, но вопрос вот для темпа. Хотя там, в принципе, много чего не надо, там по сути соя. Там много чего не надо, и риски, скорее всего, минимальные, производственные даже. Но, как показывает мой опыт, темпы залетают крайне приятно людям. Это во-первых. А во-вторых, тут, наверное, надо спрос формировать все-таки. Но это мое мнение, оно… И мне надо темпы. Очень. У нас, на самом деле, по темпу… Вот я недавно попробовал в Питере, появился на том же пищевике, вот Лиговский 289, парень, вот он делает исключительно темпы, и то, что я там поспрашивал в Веганике, там вот у ребят, они вот именно хвалили, говорили… У вас уже локальная дискуссия пошла. Так это прям вот темпы. Скорее всего… Я тебе клиента нашел. Не уверен, что мы будем производить… Вам надо было обоим приехать в Москву, чтобы здесь… Ну, я также с некоторыми компаниями в Питере познакомился с московскими, пришел на мероприятие, и они с тех пор постоянные клиенты. Вам, мне кажется, надо пообщаться напрямую. Спасибо еще раз большое Фреду. Огромное количество информации такой закрытой.